Всем привет! С вами Денис Доропей, горная секция МФТ. И сегодня у нас практикум школы спортивного туризма. Мы будем на карте, на примере байкальской экспедиции делать маршрут. Первое, что я сделал к подготовке к этому практикуму, это набрал в поисковике Байкал карта. И скачал вот такую замечательную карту 10-ти километров, в которую влезает весь Байкал целиком. Давайте знакомлю вас с географией. В южной части Байкала находится город Иркутск, в котором есть аэропорт, и до которого можно долететь. Также на юге Байкала есть станции железной дороги. Ну, например, Слюдянка, до которой можно доехать прямо из Москвы. На севере есть Северо-Байкальск, до которого тоже можно доехать из Москвы. Так как все участники экспедиции, люди работающие, вынуждены экономить время, поэтому мы на Байкал летим. Летим до Иркутска. Других аэропортов поблизости, ну, практически, можно считать, что нет. Ну, есть в Улан-Удэ, но туда билеты дороже, в общем, и с рейсов меньше. Поэтому летим в Иркутск, и дальше рассматриваем транспортную систему. Из Иркутска до Байкала можно доехать вот сюда вот, до Листвянки. Это самая ближняя точка. Входят туда маршрутки, билет стоит недорого. Второй вариант. Можно добраться вот сюда, до Бугульдейки. Уже нужно заказывать самостоятельно какой-то транспорт. Но, в принципе, здесь не нужен транспорт повышенной проходимости. И третья точка. Это, собственно, остров Ольхон. Вот сюда вот, через ледовую переправу. Зимой здесь ледовая переправа от МРС. Ну, вот здесь вот такая точка до, собственно, самого Ольхона. Ну, ездят машины вот по этой переправе. И, соответственно, на Ольхон тоже можно заехать. Ну, по крайней мере, вот до ледовой переправы до поселка Сахюрта или Сахюрта точно можно. Теперь, шаг следующий. Вот географию мы слегка изучили. Куда можно заехать из Иркутска. Теперь изучаем достопримечательности. Для этого тоже вводим в поисковике Байкал достопримечательности и читаем. Спустя какую-то ссылку я добрался до Википедии. Статья про Байкал и раздел достопримечательности. Соответственно, эти достопримечательности все я себе выписал на бумажку. Ну, просто мне так удобнее думать. Можно выписывать, точнее копипастить куда-нибудь в вордовый файл. Теперь я эти достопримечательности все должен отыскать на карте и каким-то образом разрисовать, чтобы понять, какие интересные места стоит посетить в рамках похода. Для этого я открыл карту в графическом редакторе в MS Paint и давайте начну рисовать. Блин, я еще рисовать не умею. Ну уж простите, как-то накалякаю. Первая достопримечательность, где мы будем стартовать с большой вероятностью, это собственно сам МРС. Вот это переправа. Поэтому его здесь нарисую. И здесь поставлю единичку. Ну и буду вот так вот по ходу, просто по карте, пока без каких-либо четкого, ну без плана движения буду просто отмечать эти достопримечательности. Дальше вижу. Ага, Сарма. Есть ущелье реки Сарма. Самый сильный ветер на Байкале это как раз Сарма. Она, в общем, зимой эта река превращается в бобслейную трассу, поэтому ее я тоже отмечу. Вот так вот возьму и прямо введу такую вот какашечку. Следующая достопримечательность это собственно сам поселок Хужир на Байкале. В нем есть всякие скалы, шаманки и в общем куча всего. Поэтому сам Ольхон, его мысы, это конечно все очень интересное. Поэтому, ну я не знаю, можно даже весь Ольхон вот так вот взять и заштриховать штрешочками, что здесь все как бы нам интересно. Обязательно нам интересен Масховой. Это южная, ой, северная конечность Ольхона. Поселок Узуры. Много где встречается в различной литературе, поэтому его мы тоже отмечаем. Идем дальше на север. И у нас здесь встречается мыс Рытый. Отмечен как достопримечательность Википедии. Потом идут Ушканьские острова. Вот здесь вот малый и большой. На них гнездится нерпа. О, вот тут если нос дорисовать, получится человечек. Смотрите. Чевыркуйский залив. Чевыркуйский залив это тоже достопримечательность. Вот поселок Чевыркуй и рядом есть горячие источники. Где-то с поселком Чевыркуй. Поэтому нам он тоже интересен. Баргузинский залив. Это вот эта вот большая штуковина. Горячинск. Рядом с Горячинском есть горячие источники. Ну вот одни на этом побережье есть рядом с Чевыркуем. Ну, наверное, Чевыркуйские называются. И есть Горячинск. Дальше есть еще мыс Ухан. Это побережье, вот это восточное побережье Альхона. Тоже все интересно. И идем дальше по берегу Байкала. На восточном берегу каких-то больше особых таких невиданных вещей вроде как нет. Во всяком случае я не нашел. Зато на западном берегу я знаю, что есть бухта Песчаная. Это уже за Бугульдейкой. Ну вот, собственно, Бугульдейка населенный пункт. Мы его обведем, потому что это может быть наше аварийное место схода с маршрута. Обведем бухту Песчаную. Вот турбаза Песчаная. Дальше мы обведем Листвянку, потому что в ней мы тоже в принципе можем закончить маршрут. Дальше мы обведем, ну например, первый из тоннелей Кругобайкальской железной дороги. Ну точнее парочку. Обведем Кругобайкальская железная дорога. Это тоже достопримечательно. Видим, в общем, приблизительно, что все наши достопримечательности находятся от Листвянки до полуострова Святой Нос включительно. Теперь можно попытаться как-то в голове представить маршрут, как он будет выглядеть. Мы, ну чтобы захватить все эти достопримечательности, должны построить часть маршрута в виде кольца. Ну например, начав вот здесь вот от МРС, пройти вот сюда вот в Сарму, потом проехать вот сюда вот в Хужир, потом из Хужира вдоль Ольхона проехаться, ну или даже по самому Ольхону по дорогам, потом посетить мыс Рытый, доехать до Ушканьских островов, пронаблюдать Нерпу, из них попасть вот сюда вот в Чевырку и в горячие источники. Дальше вот здесь вот тянется стрелочка, но я ее не нарисую. Почему? Потому что я бы мог ее нарисовать, но я допускаю, что вот в этом месте может быть много снега. Поэтому основную стрелочку я все равно нарисую в обход полуострова Святой Нос, ну вот сюда вот куда-то к Баргузинскому заливу. Не знаю, до куда мы пойдем. В общем, вот сюда и потом, 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 потом вот сюда. Горячим источником. Потом от горячих источников возврат обратно, наверное, Узуры нам интересно. Обратите внимание, что вот из Узур возможен аварийный сход с маршрута и уже выезд. Но мы нарисуем, что будем обходить Альхон с этой стороны. Тут тоже всяческие интересности есть. И попадание в конец кольца в МРС. Вот здесь вот нарисуем такой треугольничек. Это будет наш как будто бы базовый лагерь. Обратно заберем, можем забрать часть наших вещей и поехать линейную часть маршрута. Через Бугудейку. До мимо Бухты Песчаной, которая тоже очень, безусловно, интересна. До Листвянки. Вот. Но при этом, как можно поступить? Можно поступить следующим образом. Можно до Бухты Песчаной съездить и вернуться обратно в МРС. Это существенно упростит логистику, потому что в МРС мы сможем оставить какие-нибудь, ну, например, чехлы там от велосипедов транспортные, в которых они будут лететь в самолете или там ехать в транспортной компании. Можем оставить одежду, которую используем для самолета, ну, чистую какие-нибудь футболки, в общем, сменную одежду, которая в походе не нужна. С другой стороны, вес вот этих перечисленных вещей, он не такой большой. И мы видим, что расстояние вот конечной линейной части маршрута до Листвянки, ну, тоже небольшое и проходится при хорошей погоде за несколько дней. Поэтому все вот эти вещи, всякие там самолетные, мы можем забрать и до Листвянки. Так, маршрут я нарисовал. Заметьте, никаких дней, никакого километража, ничего я еще не обозначил. Это просто такая мажорная идея маршрута. Теперь я как раз попытаюсь проверить, можно ли эту мажорную идею маршрута вообще реализовать в принципе за обозначенное время, которое я, ну, которое есть у нас для похода. А времени у нас всего 8 дней. Что я делаю? Я иду обратно в интернет-браузер и открываю Яндекс.Карты. Где у меня Яндекс.Карты? Яндекс.Карты. Во, вот они, Яндекс.Карты. И здесь я вот так вот все удалю и сделаю все заново. В общем, я запомнил на той карте приблизительно географию, как нужно ездить. И сейчас по Яндекс.Карте быстренько замеряю километраж, который в данном маршруте может быть. Итак, начинаем мы от МРС. Ставим здесь, потом едем в Сарму, потом немножко гоняем по Сарме туда-обратно. В общем, все, что мы планируем, все замеряю. Вот эти вот мысы мы, возможно, смотрим. Здесь какие-то возвращения до Хужира едем. Здесь посещаем мыс. Здесь у нас мыс Рытый. Переезжаем в наши острова Ушканьские. Все, все, едем, едем. И видим, что у нас кольцевая часть маршрута получается 530 километров. Что на самом деле вообще нисколечки немало. Весь этот маршрут, ну, с некими такими запасными вещами, получается 6 дней. 6 дней, вот, ну, прям достаточно таких педальных и напряжных. При этом давайте продолжим измерение и посмотрим, сколько у нас до Листвянки. И видим, что до Листвянки у нас 726 километров. Если в рамках 8 дней, то это очень большой километраж. И становится понятным, что реализовать его полностью практически невозможно. Очень сложно. Какие-то места придется нам резать. Поэтому вот этот маршрут, мы от него оттолкнемся как от идеального, как самый большой. Мы его пропишем. И вдруг у нас будет такое кабанистое настроение, веселое и бодрое. Мы тогда его пройдем. Но если начнутся какие-то проблемы с погодой, начнутся сложности, может быть, со снежной обстановкой, то маршрут мы будем подрезать. И здесь я вам хочу показать, в чем прелести вообще нашего кольцевого маршрута. Вот такого построения. Это в том, что мы всегда можем срезать его часть. Например, мы доезжаем до Мысово-Рытого и до Ушканских островов. Понимаем, что это приблизительно 200 километров маршрута. Вот 187 до сюда. Мы понимаем, что не успеваем пройти всю остальную часть. Мы разворачиваемся и спокойно едем себе на Альхон. Вот сюда вот по восточному его побережью. Возвращаемся в МРС. Такое построение. Теперь построение по дням. Построение по дням я буду делать уже на детальной карте. И не в рамках этой лекции. А постараюсь сделать отдельно. Скачать карты. Ну и нарисовать некий такой план по дням. Как мы будем ходить. Где что снимать и где что фотографировать. Мы поняли, что 8-дневный поход у нас имеет приблизительно вот такую форму. Это кольцевая и линейная часть. Общая ее длина около 726 километров вы видите. На самом деле около 800 километров. Понимаем, что это суперспортивная задача. И что с большой вероятностью от линейной части длиною в 200 километров нам придется отказаться. И скорее всего маршрут у нас будет целиком кольцевой. Мы выделили достопримечательности. Расположили их на карте. Нарисовали общую нитку маршрута. И постараемся в следующий раз сделать детализацию. То же самое я рекомендую вам сделать для своих планируемых маршрутов. Даже если это на 1-2 дня. Скачайте карты. Замерите расстояние. Напишите на бумажке достопримечательность. С вами был Денис Доропей. Горная секция МФТИ. Подписывайтесь на канал. Смотрите школу спортивного туризма. Ну и сами побольше путешествуйте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok